В Тверской области теперь станет еще больше учреждений первичного звена здравоохранения. В поселке Изоплитка Наковского района началось строительство новой врачебной амбулатории. О подробности у Натальи Федоровой. Первичное звено здравоохранения является самым массовым в системе здравоохранения. Его специалисты более других востребованы у граждан. Губернатор Игорь Уданя неоднократно подчеркивал, что обеспечение доступной и качественной медицинской помощи для жителей сельских территорий является одним из ключевых приоритетов отрасли. Теперь у жителей поселка Изоплит скоро появится амбулаторный пункт, в котором смогут оперативно принять пациентов. Ждали, думали, что долг нет. Сказали, собирают. Вот собрали, привезли. Спасибо. Ходили тут далеко, мы бабушки старые уже. А тут рядом поселок, рядом, как говорится, будет аптека. Не обращаемся особо. Стараемся жить здорово. Прекрасно. Супер. А почему это супер? Ну, помощь будут людям оказывать. В Конаковской центральной районной больнице отмечают, что строительство данной амбулатории долгожданное. Теперь жителям Изоплита не нужно долго добираться до медицинского учреждения. Врачи смогут принять прямо в поселке. Сейчас секции ФАПа расположены в этой фуре. Но буквально через мгновение тут будут расположены кабинеты врача-стоматолога, также врача-терапевта, прививочные и процедурные кабинеты. Всего в 2022 году в Тверской области планируется установить 16 ФАПов в ряде муниципальных образований и 5 врачебных амбулаторий. На эти цели направят около 240 миллионов рублей с федерального и областного бюджетов. Средства пойдут на приобретение, монтаж и оснащение быстровозводимых модульных конструкций, обустройство прилегающей к ним территории, включая детские игровые зоны. Спасибо.